И второй вопрос. Юля, это же предавали ли Вас когда-нибудь? Предавали ли Вас плату? Ой, наверное, предавали, но... Вы знаете, у меня такой характер, я все время нахожу любому оправданию. И, наверное, мне от этого легче жить просто. И всем тоже рекомендую, да. Все прощения. Я не знаю, что я могу не простить. Правда не знаю. Любому найду. Сама нарисую это оправдание. И сама за него еще и скажу. Вопрос от Андрея. Хотели ли бы спеть со Святославом Боковчаком? Мне кажется, мог бы быть интересный дуэт. Ой, я так хочу. Я обожаю его песни. Он мне очень нравится. Мы когда встречаемся, он страшно дружелюбен, он очень улыбчив, он очень позитивный, очень харизматичный и очень подвижный. И от него прет просто вот энергии и музыки и всего остального классного. Я очень люблю с ним встречаться и просто, ну, там, перекидываться хотя бы словами. Мне очень нравятся его песни. И я очень хочу Славу попросить, чтобы он мне разрешил сыграть с оркестром одну из моих любимых его песен «Я наздамся без бою». Мне кажется, что в скрипичном исполнении с такими какими-то жесткими импровизациями, аккордовой техникой, это будет очень мощно тоже. Ну, то есть это имеет право на жизнь. Точно. Я бы на месте Славы согласилась с радостью. Асия, куда вы пропали? Почему вас так долго не было на музыкальном горизонте и не скучали ли по сцене сами? Ну, так я как бы специально не пропадала. Как-то оно все переросло, в общем-то, вот появился... Конечно, у меня вот какой-то был период, у меня было, мягко говоря, испорченное настроение. Вот. По поводу шоу-бизнеса. Как-то оно мне так, я все время Игорю говорила, ну, с пробу. Боже, как мне это надоело, как мне надоело толкаться локтями. Почему я все время должна доказывать, что я не верблюд? Какого черта? У меня абсолютно музыкальный слух. Что такое? Что происходит? Я не хочу ничего доказывать. Конечно, как мне еще один мой друг, Сережа Перман, говорит, Исея. Просто если бы тебе не на что было жить, да, если бы у тебя не было супруга, который тебя там, ну, как минимум, кормит, это правда, то ты бы наверняка научилась все-таки толкаться локтями. Ну, не такая же уже такая грозная там Света Лобода, да, или Наташа Могилевская. Ну, все вот как-то стараются бороться за себя в шоу-бизнесе. А я, у меня не получается. Ну, вот такой я человек. Я не могу, я обижаюсь. Меня вот малейшее что-то страшно расстраивает. Вот. И вот как-то мне это надоело. Игорь мне говорит, ну, а что ты будешь делать? Ты не сможешь. Ну, как ты сможешь? Ты уходила, ты поменяла филармонию, классическую музыку, солистка национальной филармонии поменяла на поп-музыку, и ты как страдала, да, потом, когда ты поняла, что вот тебе все равно этого всего не хватает. Ты не можешь, я не могла под машину, под этот ритм играть. Мне было очень сложно, потому что я была первая скрипка. За мной я вела людей за собой, потому что я делала любой темп, любые очлеранды и всякие замедления. Я делала сама все, что хотела, что чувствовала. А тут я должна под метроном играть, потому что это поп-музыка, и меня-то как-то все напрягало. Вот. И он говорит, ты не сможешь? Я говорю, нет, смогу. А чем ты будешь заниматься? Да чем угодно я буду заниматься. Буду на спорт ходить, подумаешь. А с собой заниматься? Ты знаешь, сколько женщин нужно времени, чтобы по-настоящему... Я когда, я что, на массажах хожу или косметолог уже ничего не делаю? Ну, короче, как-то так я расслабилась, и тут появилась... Ну, как-то тут же появился Крис Бати. Ну, просто, ну, вот буквально только я вот так вот, ну, как-то рассердилась на всю эту какую-то обстановку вокруг себя. Вот. И Крис Бати появился, и это было вообще какое-то спасение. Спасибо Господи, что вот я познакомилась с этими музыкантами. Ну, вот так произошло. Асия, знаешь, что у вас два сына? Строгая ли его мама? Совсем не строгая, хотя Филипп младший считает, что... Ну, потому что его фактически воспитывает с ним все время находится Оксана, которая, ну, нам строго нельзя называть няня, потому что в пять лет Фил попросил уволить Оксану. Он сказал, пожалуйста, я пошел в школу, там ни у кого няни нету, мне стыдно, да что же это такое, мама, я уже взрослая, сделайте мне такой подарок вот к 18 октября, дню рождения, чтобы у меня не было няни. Пожалуйста. Мы были в ужасе. Мы, во-первых, я знаю, что он ее очень любит, но вот такая вот эмоция у него произошла. В общем, несмотря на то, что у нас есть няня, добрейшей души человек, это вот, ну, как бы она достаточно молода, но она вот заменяет точно, скажу, бабушку. У нас бабушка, ну, как бы такая... Она отдельно живет, и она нас посещает, мы ее очень любим, но она не занимается воспитанием. Вот, Оксана есть, она добрая, и я на фоне Оксаны, когда я делаю замечания, я получаюсь, ну, как бы, мягко говоря, строгая. Вот, старший мой сын Данил, я надеюсь, что он считает, что я мега вообще самая замечательная мама. Ну, мне так кажется, он должен так думать, вот, потому что взрослая. Ну, в общем, не очень строгая, совсем не строгая, скажем. И Игорь тоже совсем не строгий. Кем хочет быть ваш младший сын и хотелось, чтобы сыновья тоже пошли в музыку? Когда-то своего старшего сына я очень просила заняться музыкой, потому что, ну, понятно, что у него хороший музыкальный слух, и он не хотел. Лет семь он захотел заниматься музыкой, но у него математически очень серьезные хорошие способности. И он начал заниматься на фортепиано в хорошей музыкальной школе 5-й в Киеве, и его взяла за отделение по фортепиано. И я его попросила, я вас прошу, Наталья Юрьевна, очень прошу, а я тогда в филармонии еще работала, говорю, я вас прошу, он не музыкант вообще-вообще никакой. Вот просто, чтобы были понятия, чтобы он отличал просто как нормальный человек Моцарта от Баха, услышав. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вот, я когда начала видеть, что она ему задает, а у нее все ученики поступают в музыкальное училище, в общем, она не могла просто вот к нему относиться. И, в общем, Данил оказалась на третий год его творчества, так сказать, в музыкальной школе, а он мне все время говорил, мама, сыграй. Ну, я ему начинаю играть по нотам, он вот так вот смотрит на бой. Короче, он запоминал на пальцах, как это все. Потом в третьем классе уже было совсем плохо запоминание, потому что сложная программа. Я выяснила, что он не знает нот. Это было очень смешно. Ну, в общем, короче, когда надо было ноты учить, он уже не захотел. Я потом посмотрела, он будто уже синий, за этим роялем. Думаю, господи, что это за мальчик, который растет, мужчина худой, бледный, и зато играет на фортепиано. Не-не-не, не надо. Пусть занимаются спортом. Вот. Потом я себе, я, честно, меня так заставляли заниматься, честно говоря, музыкой в детстве, что я себе когда-то, ну, сказала, что я не буду мучить детей. Если мои дети захотят играть на чем-то, они меня сами попросят с удовольствием. Я просто, ну, буду очень рада. Вот. И Фил однажды, он не хотел играть. Это очень смешная история. Сидим мы как-то с ним на диванчике в воскресенье и смотрим какой-то американский канал. У нас тут в Киеве. Вот. Про каких-то высокоразвитых детей, которые занимаются с детства музыкой. У них развиты оба полушария. Вот. И это американский текст идет. И показывает маленького китайца, который играет на виолончели. И он что-то такое экспрессивное играл. Тук-тук-тук-тук-тук таким вот. Если бы он играл какую-то кантилену, наверняка бы Филу это не понравилось. Ну, вот это было что-то эмоционально. Он говорит, это что? Я говорю, это виолончель. Что? Вилончель? Я говорю, виолончель. Я хочу. Мама, я хочу на этом играть. Я говорю, Фил, прекрасно. А давай тогда на скрипке. Потому что я говорю, скрипка. Ну, это похоже на виолончель. В общем, виолончель тоже очень сложный инструмент. В принципе, такой же, как и скрипка. Нет, я хочу виолончель. Я думаю, оно пройдет. На следующий день он опять. Я хочу играть. Мама, так ты мне нашла учительницу? Вот ему мама. А, я ему говорю, а давай на фортепиано. Фортепиано вообще легче простого. Нажал клавишу. Она звучит. Чтобы издать звук на скрипке или на виолончели, это работа, ребят. Это работа. Особенно ребенку. Это вот каждая постановка вот пальчика. Как держать смычок. Как находятся на грифе вот пальцы. Как они кладутся. Потому что нет ладов, и ты должен предчувствовать каждую ноту. И каждый миллиметр имеет значение для интонации. Но это труд. И я понимаю, что ему не нужно уже. Вот. И он нет. Виолончель. Хорошо. Звоню я своей подруге Наташа. Она концертмейстер в филармоническом нашем оркестре. Ну, рассказываю. Она приглашает нас в консерваторию в класс. Мы приходим. Она показывает ему виолончель. Он смотрит все. И Наталка скажет. Украиномовна. Она скажет. Я ведь езжаю с филармоническим оркестром в Немечену на 10 дней. Вот. Я, короче, вернусь. И мы начнем заниматься. Фил это слышит. Говорит. Мама, когда у меня следующее занятие? Я говорю. Ты же слышал. Через 10 дней. Как через 10 дней? У меня же через 7 дней талант-шоу. Я рухнула. Это было так смешно. То есть, ребенок совершенно... Ну, вот. Вот он себе поставил задачу. Ага. Талант-шоу. Я должен отличиться. Вот он такой вот. У нас у него такой характер классный. Он себе ставит задачи. Вот. Их выполняют. Он захотел поступить к мистеру Зиггерсу на класс повышенной математики. Там, где учатся талантливые дети математики. Он этого добился. Его взяли. И вот он уже перепрыгнул два класса. В общем, ну, вот такой мальчик прекрасный. А, так он таки сыграл. Он в этот талант-шоу, конечно, не сыграл тогда. Через 7 дней. Но он через полгода играл с Наташей дуэты на талант-шоу в своей школе. Отлично. Забил шоу? Да.